С чего все начиналось, краткий экскурс в историю. Вся история преображения Чокера связана с бунтом, угрозой, властью, рабством, элегантностью, благородством. Ошибочно считать, что Чокеры – наследие североамериканских индейцев. Женщины племени Падамка в наше время носят на шее вот такие украшения в виде колец. Кольца указывают на статус женщины в племени, служат доказательством неземной красоты и благополучия дамы. Деревянные, плотно прилегающие к шее. Кольца одевали на шее девочек из благородных семейств в странах Средиземноморья и Азии еще в Древнем мире. В те далекие времена женщина с длинной шеей также считалась эталоном красоты и, надевая на шее дочерей деревянные кольца, родители. Надеялись на удачное замужество своих красавиц. Наличие деревянного украшения на шее стало свидетельством занимаемого высокого положения в обществе. Прошло каких-то сто лет и кольца на шее стали атрибутом рабов. В Древнем Риме на арабском кольце выбивалось имя хозяина. Однако, спустя некоторое время сенаторы отменили такие ошейники паспорта, чтобы подневольные жители Рима не видели, как их много и как мало их хозяев. Мрачное Средневековье возродило чокеры, как средство защиты от воров, разбойников и вампиров. Богатые граждане вбивали в кожаную полоску, предназначенную для защиты шеи, серебряные гвозди, во избежание неприятных встреч с кровососами и не только. Вполне возможно, что чокер тогда выглядел вот так. Так изящный ренессанс изменил назначение чокера. Теперь это было элегантное украшение в виде бархотки, бархатной ленты, с кулоном, подчеркивающей тонную бледность хрупких дам. И да-да-да, индейские вожди носили чокеры из деревянных бусин, когтей животных и клювов птиц для защиты от злых духов. Кроме того, такие украшения могли спасти жизнь в бою, защищая шею от ножа или стрелы. Именно в индейских резервациях подсмотрели «Дети цветов», всевозможные фенечки, браслеты и чокеры. Особенно модными у хиппи 60-х стали тату-чокеры, украшения, имитирующие витиеватые татуировки. Потом были 90-е, ветер перемен, неформальные молодежные движения и новый всплеск любви к тату-чокерам. В нулевых, все, вернулось, чокеры, в тренде. Из чего можно сделать тату-чокер? Общий совет для всех материалов. Толщина выбранного вами материала должна быть не менее 1 мм длина нити для создания украшения. На шею, 2-3 м длина нити для тату-браслета, 1 м, а теперь поговорим о подходящих материалах. Классика чокера плетения, леска-леску лучше брать в магазинах для рыболовов. Леска для бисероплетения может оказаться слишком тонкой. Современный материал, с успехом заменивший леску, имеет несколько названий силиконовая нитка-резинка спондекес-пондекес. Без оплетки и эластомерная нитка-жилка-латексная. Некоторые особо продвинутые чокер-оплеты называют этот материал специальная леска для чокеров. Где купить такое сокровище? Спондекес продается во многих магазинах с товарами для рукоделия. Если желание немедленно сплести чокер застало вас посреди ночи и бежать за спондексом поздно, а рыбаков в семье нет, не отчаивайтесь. Ваше спасение – старые наушники или зарядные устройства. Их тонкие провода могут сослужить хорошей службы и стать материалом ДЛ чокера. Чокер из проводов может оказаться слишком грубым для худенькой девушки, но для юноши подойдет прекрасно у следующего материала для Изготовление яркого тату-чокера, а также множество названий – пластиковый шнур для плетения трубочки, радужки, цветные трубочки. Скаубиду – скубиду. Очень элегантно выглядит тату-чокер из бисера материалы для изготовления чокера дома. Если обычный тату-чок вам уже не интересен, поэкспериментируйте с изготовлением чокеров из различных материалов резинок для браслетов, ниток кожаных шнурков, как сплести чокер из лески в домашних условиях. Большинство техник плетения чокера позаимствованы в макраме. Классический тату-чок из черного спандекса плетется с помощью узла «змейка». Техника проста и доступна даже юным рукодельницам. Кроме схемы и желания вам понадобится черный спандекес толщиной 1 мм, 3 метра ножницы, канцелярская прищепка, книга с в твердом переплете, жилку, спандекес сложите пополам. Прикрепите к книге с помощью зажима для бумаг. Сделайте первый узел, вяжите по схеме до необходимой длины, чайду и левой и правой петельный узел. Закрепите нить. Внизу представлена пошаговая инструкция, как сделать нарядный тату-чокер с колечками-подвесками. Видео «Тату-чокер» «Как сделать тату-чокер с бисера» подскажет, как разнообразить классическую схему плетения тату-чока. Как сделать чокер из наушников? Схема плетения чокера из проводов от наушников ничем не отличается от классической схемы плетения тату-чокера. Процесс работы выглядит следующим образом. Закрепите нить любым удобным способом и вяжите по схеме до необходимой длины. Законченную работу оформить цепочкой с карабином или декоративной лентой. Как самостоятельно плести широкий чокер? Схема. Если вы хорошо освоили технику плетения классического тату-чока, сплести колье из нескольких разноцветных «жилок» для вас не составит труда. Внимательно изучите схему. Количество нитей – от 4 до 8. Как сделать чокер из резинок? Схема. Техник плетения из резинок очень много. Если вы мастер этого вида рукоделия, представленный ниже мастер-класс, вас не заинтересует. А если вы в этом деле новичок, у вас есть резиночки, но нет крючка из тонка, вы зашли по адресу. Мастер-класс на фото внизу расскажет и покажет, как связать чокер из резиночек на пальцах. Дизайн чокера известен в кругах резинкоплетов как «рыбий хвост». Не очень романтично, зато очень красиво. Вам понадобятся резиночки-карабин для бижутерии, можно пластиковый крючок. Первая резиночка перекрещивается между пальцами. А сверху одеваются еще две резинки. Петельки нижней резиночки затягиваются поверх резинки, расположенной на самом верху. Постепенно добавляя по одной резиночке наверх и закрепляя ее петельками нижней резинки, удлиняем чокер. Когда чокер достиг необходимой длины, снимите работу с пальцев. Удалите две верхние свободные резиночки. В образовавшуюся петельку вставьте карабин. Как сделать чокер из бисера? Схема этого украшения достаточно проста. Закрепите двойную леску в ушке замка и нанижите с помощью иглы первую продолговатую. Бисеринку разделите двойную леску на одинарные «жилки» и проденьте каждую в отдельную иглу. Работайте параллельно двумя иглами. Нанизывая бисер согласно схеме, когда чокер достигнет необходимой длины, закрепите одну из нитей в ушке карабина. Продолжайте работу в обратном направлении в соответствии со схемой внизу, если предыдущий чокер показался вам слишком сложным. Попробуйте сделать очень простой и очень стильный чокер из крупного бисера. Возьмите крепкую нить, сложите ее вдвое и завяжите узелок, образовав петельку длиной 1,5-2 см нанижите на одну из нитей первую бусинку. Вторую нить также пропустите через сквозное отверстие бисеринки. Затяните нить и нанизывайте бусинки, пока не достигнете необходимой длины. Окончив работу, закрепите нить и прикрепите к чокеру карабин. Для бижутерии чокер готов как сделать самому чокер из ниток. Нитки мулини, которые обычно используются для вышивки, очень подходящий материал для создания яркого и стильного чокера. Вам понадобятся разноцветные мотки мулини, крупная и мелкая цепочки, декоративная пластиковая цепь со стразами соединительные. Кольца и карабин для бижутерии и игла плоскогубца разрежьте мотки мулини на равной пряди. Учтите, длина готовой косы будет несколько короче сходной длины прядей. Сложите нити в пучок и закрепите их тугой обмоткой. Сплетите обычную косу. Когда длина косы достигнет необходимого размера, закрепите кончики обмоткой. Декорируйте косы из ниток цепочкой со стразами. Пришив ее симметрично центру основы на следующем этапе работы пришейте крупную цепочку с внешней. Внутренней стороны будущего украшения закрепите тонкую цепочку и замок карабин с помощью соединительных колец. Ваш стильный чокер из ниток мулини готов. Можно ли сделать металлический чокер дома? Используя специальный материал, известный среди рукодельниц как проволока с памятью и декоративные элементы по своему вкусу, можно создать эксклюзивные металлические колье дома, как сделать чокер своими руками, советы и отзывы. Видео в конце подскажет еще несколько идей стильных чокеров.